Кисти, краски, мольберт – в этой мастерской всё в рабочем состоянии. Её хозяин – пермский художник Виктор Кузин, 16 апреля отметит 90-летие. Сейчас готовит выставку своих картин. Среди них и те, которые написаны в этом году. В зимних пейзажах – точность линий и оттенков. А ведь акварель не прощает ошибок. Краска наносится тонкими слоями, один неверный штрих – и работа испорчена. Сейчас художника увлёк балет. Виктор Кузин намерен создать целую серию работ на эту тему. В Пермском доме художника экспозиция почти готова. В картинах отражена биография мастера. Виктор Кузин в 43-м попал на фронт, служил артиллеристом. В экипаже боевой машины, СУ-76 был наводчиком. Получил тяжёлое ранение. Среди его наград – орден Отечественной войны. В приказе о награждении сказано – действовал смело, огнём самоходной установки, уничтожал бронетехнику, пулемётные точки и живую силу противника. Художник в своё время написал цикл работ на тему войны. Вспоминать о ней не любит. Я сделал в 80-е годы. Я в течение двух лет работал. Через 40 лет после окончания войны. Это очень тяжёлая тема. Не дай бог. Виктор Кузин – один из пермских классиков акварели. В его творческом багаже множество пейзажей Прикамья, Кавказа, Крыма, Алтая, побережья Белого моря. Особая тема – индустриальный пейзаж. Художник показывает величие предприятий-гигантов. Автор говорит, хотел выразить свою благодарность людям, которые строили заводы и работали на предприятиях. Страна развивалась, индустрия развивалась. И они, художники, это всё отражали. И сейчас это останется нам на всю жизнь. Директор дома художника поясняет. На выставке разместили чуть больше ста работ. Многое не вошло. К примеру, эти пейзажи советской Перми. Но желающим обещают показать и эти картины. Выставка откроется 16 апреля.